Всем привет! Сегодня скачаем версию Linux Mint Sonomon 18.2, проверим изообраз, запишем его на флешку, и из флешки установим на жесткий диск компьютера. В поисковой строке своего броузера, там или в Яндексе, или в Гугл Хроме, вот заведете словечко Linux Mint, нажмете на поиск, и, как правило, попадете сразу на главную страницу сайта. Вот она, Xenomon Edition, издание Xenomon. Здесь, значит, нужно будет выбрать, тут вот необходимые такие параметры должны быть компьютера, значит, гигабайт памяти, 15 гигабайт, по крайней мере, на жестком диске, 20 рекомендуется, и какая должна быть резолюция экрана. Значит, можно сразу перейти на загрузку вот этого торрента, а можно по странам, допустим, вот выбрать Россия, через команду Яндекс, и можно через них скачать. Я, значит, обычно закачиваю при помощи торрентов. Поэтому я всегда бегу вот сюда сразу. Здесь этот торрент я сохраняю, затем, значит, запускаю его, и у меня, значит, вот идет скачивание. Ну вот осталось там совсем немножечко. Загрузка, значит, скоро закончится. И затем этот образ я проверю, значит, на сразу, на виртуальной коробочке. Если он будет грузиться, то его и будем записывать на флешку. Флешка у меня для этого дела есть, самая простейшая, на 4 гигабайта. Вот я сейчас ее вставлю. Затем, значит, открою программу для форматирования флешек и напишу на ней lmc форматировать. Пароль заведем на линейку. И пусть оно себе там форматируется. Все нормально. Так, что тут у нас происходит с нашим образом? образ закачиваем и уже идет раздача. Ну, я пока, значит, завершу все это дело. И, значит, пойдем куда? Пойдем, значит, в папочку, где у меня загрузки. И вот посмотрим размер образа. 1,7 гигабайта. Вот этот образ, значит, я и попробую подключить к виртуальной коробочке. Включим виртуальную коробочку. Под настроем носители. Вот здесь вот я вместо Linux Lite, который я раньше проверял, я теперь из загрузок вытащу вот этот образ. Ну и запущу проверку. И быстро, около минуты, но тем не менее, вот, значит, образ загрузился. А если образ загрузился, это означает только одно, что он может быть записан на флешку. В принципе, для меня этого достаточно. Я выключаю виртуальную коробочку. И, значит, начну записывать Linux из отдела загрузок. Я больше всего люблю использовать файловый менеджер Nemo. У него есть прекрасная такая опция. Вот она. Создание загрузочного USB накопителя. Я указываю, что хочу записать на флешку. Ну и нажимаю на кнопочку записать. Единичка. И, по-моему, дурацкое словечко аутентифицировать они убрали. Ну и хорошо. Значит, пока будет производиться запись. Ну, я что хочу сказать. Если кто-то находится на винде, то можно записать программы Rufus. Вот таким вот образом. Значит, дальше. Опять-таки, я хочу посмотреть. Я местечко тут подготовил на одном из разделов для записи туда новой версии. Ринукс Минсенамон 18.2. Сейчас мы посмотрим просто на каком разделе жесткого диска у меня это местечко находится. Я его назвал LMC 18.2. Тут беспроблемно. Значит, вот у меня на седьмом разделе жесткого диска 50 ГБ отведено для тестовой проверки Линукс Минсенамон 18.2. Самая моя стабильная версия это вот Линукс Минсенамон 18.2, на которой я нахожусь. У меня она работает наиболее стабильно. Вот туда же, видите, написано, что компьютер был включен 3 дня, 2 часа и 43 минуты. Иногда он у меня и неделями работает. Редко, когда возникает необходимость перезагрузки. Суап-файл. А оперативка у меня 4 ГБ. Вот 4 ГБ. Я и сделал свап-файл. А вот по домашний раздел я не поскупился. Выделил 400 ГБ, потому что там у меня много чего там набирается. Там и фильмы, и прочее, и прочее. Но, тем не менее, значит, меня эти размеры устраивают. А пользователь размер кладовочки или размер домашней папки определяет сам, исходя из своих потребностей и из размеров своего жесткого диска. А для тестовой проверки любого практически дистрибутива Линукс, ну, 30-50 ГБ за глаза и за уши хватает. Когда я буду загружаться с флешки, мне потребуются две программы, чтобы я мог при помощи этих программ сделать запись качественную с экрана и показывать вам ход установки. Линукс Пинт Цинамон 18.2 с флешки на жесткий диск. Поэтому я вот открою сейчас отдел загрузки. Перейду наверх. У меня, по-моему, вот в Cherry 3 были... Так, в других форматах. Вот, очевидно, этот файлик. Сейчас посмотрим его. Мне понадобятся две команды, чтобы я записал эту программу для записи экрана. Вот она, Simple Screen Recorder. Программка Cherry 3. Ну, в принципе, мне для начала этого и хватит. Добро. Значит, носитель успешно был записан. Закрываем. А вот этот файлик, я, допустим, возьму... Да могу даже вон... На раздел, где у меня находится винда. Взять вот сюда его и вставить. Без разницы. Есть еще у меня один виндовский раздел. Могу вставить и сюда. Ну, как видите, все равно. Итак, значит, следующую часть видеоурока, значит, я уже буду делать, находясь на флешке. Итак, я, значит, делаю перезагрузку. И посмотрим, как все это дело будет происходить. Вот появляется... Флешка стартовала автоматически. Вот появляется, как говорится, таймер отсчета. И сейчас флешка начнет загружаться. Когда флешка загрузится, я на эту флешку установлю программу для записи с экрана. И при помощи этой программы мы, значит, будем ставить официальный дистрибутив 18.2 на жесткий диск компьютера. Ну, вот практически появилась рабочая среда Linux Mint Synomon. Сейчас я займусь тем только, что установлю на нее при помощи команды программу для записи с экрана. Немножко поднастрою ее. И дальше начнем уже установку делать. Итак, я записал программу через терминал для записи видео с экрана. И теперь давайте посмотрим процесс установки. Ну, вот еще раз могу показать GP. То есть, когда записываешь программу G-Quartite на флешку, она есть. А вот во всех предыдущих сборках 17, 17, 1, 17, 2, 17, 3, 18, 18, 18, 1, 18, 2. После установки на жесткий диск дистрибутива программа GP-Quartite улетучивалась таинственным образом. И каждый раз ее приходилось устанавливать через терминал. Или через менеджер программ. Ну, вот. Значит, мы будем устанавливать дистрибутив на седьмой раздел жесткого диска. Значит, ну и, значит, что для этого нам потребуется? Да ничего, собственно говоря. Запомнили седьмой раздел. Вот. Нажимаем на установку. Делаем двойной щелчок по иконке установки. Выбираем русский язык. Вот он, русский. Продолжить. Естественно, вы должны быть подсоединены к сети интернет. То есть, перед тем, как я установил программу для записи с экрана, я вначале подсоединился к интернету. Затем установил программу для записи с экрана. Ну и тут вот пишут. Установить стороннее программное обеспечение. Да ради бога. Нет проблем. Установить стороннее программное обеспечение для видеокарт, устройств Wi-Fi, а также Flash, MP3 и других медиа данных. Я не возражаю. В конце концов, появляется желанная надпись. Я выбираю другой вариант. В большинстве случаев, если у вас стоит винда, то вы можете оставить эту опцию. Установить Linux Mint рядом с ними. И он рядышком с виндой у вас и встанет. Если вы полностью хотите стереть диск, установить на него мент вот здесь. Ну, тут все написано по-русски. Я выбираю этот вариант. Нажимаем на продолжить. Ну, вот ищем седьмой раздел. Вот оно. Изменить. Система Extension 4. Форматировать. Сделать его корневым. Ну, и посмотрим, в каком состоянии у нас еще будет находиться файл подкачки. Вот он он. На третьем разделе SwapFile. Поглядим, нужно его подсоединять или нет. Но даже если он не подсоединится, то мы всегда это можем сделать, подсоединить его через терминал. Это не проблема. Седьмой раздел. Вот он он. Я просто жду, когда появится такая линия или сообщение, говорящие мне о том, что он в конце концов отформатирован и на него можно записывать. Ну, вот похоже есть. Здесь, видите, появился косой слеж и значок. Единственное, я сейчас вот хочу проверить SwapFile. Изменить. Ничего здесь не надо делать. Ну, ладно. Нажимаем на значок установки. Ну, первым делом, значит, убираете страну. Вот, Москва, пожалуйста. Делаем по Москве. Раскладка клавиатуры. Ну, я обычно делаю таким образом. Я делаю английскую, а русскую добавляю. Ну, в принципе, без особой разницы. Вот, пожалуйста, можете брать, нажимать раскладка клавиатуры русская. Ваше имя. Ну, я делаю во всех своих сборках на имя юзер. Имя вашего компьютера. Тут он поделает ошибку и прочее. Я всегда просто пишу. PC. Персональный компьютер. И пароль, значит, вот везде теперь стал делать очень короткий. 1.1. И входить в систему автоматически. Когда все настрою, потом сделаю пароль произвольной длины, и все будет нормально. А для того, чтобы делать установку программы, всякие настройки, и каждый раз заводить по 20 символов, сильно лениво. Поэтому пароль, значит, в последних моих сборках единичка. Только в сборках PC Linux, там пароль 2 единички. Единичку одну никак он не принимал. В старых сборках имя пользователей, пароль, юзер, юзер. Вот и вся недолга. Ну и тут начинается, значит, описание, что ставится, как ставится. Это, значит, уже мы просто опустим. И когда будет заканчиваться установка, я снова включу запись. Итак, я перезагружаю компьютер. Нажимаю на рестарт. Если появится сообщение, что вынуть флешку, вот, пожалуйста, сообщение, что удалите флешку и нажмите Enter. Вот я флешечку удаляю и нажимаю Enter. Ну и вот первая запись, на нее и нажимаем. А дальше программа будет одна и та же. Я установлю, значит, программу для записи с экрана и буду вам рассказывать, как я буду устанавливать те или иные программы, с которыми мне чаще всего приходится встречаться. И после установки всех программ необходимых, ну, сделаем при помощи программы SystemBug, значит, сборочку, которую вы сможете скачать с моей кладовочки на кроке. Вот и все. Итак, Linux Mint загрузился с жесткого диска. Теперь будем смотреть уже видео, которое я буду делать при помощи программы для записи с экрана. Итак, все, что я сделал, это всего лишь установил на данном дистрибутиве пока. Это только программу для записи с экрана, а все остальное, значит, будем делать сейчас по ходу дела. Значит, ну, первое, зайдем в интернет, и, значит, я выйду на свой сайт, сделаю вкладочку. Ну, в принципе, можем даже взять вот так вот, скопировать, вставить сразу сюда и перейти. Это вот мой сайт, где у меня находится файлик через три команды видео, откуда я и буду брать все необходимое. Как это дело делается? Первое, вот файлик можно скачать отсюда, команды и видео. Значит, вот идем на кладовочку. И вот файлик вот этот вот, с расширением cctb, без волнистых линий. С волнистыми линиями это, как бы, бэкапы. Вот. Правой кнопочкой скачать обычная загрузка. Вот и пусть он себе загружает. А вот процесс загрузки. Видно, как идет на линейке прогресса. Можно посмотреть его и здесь. Файлик небольшой, 15 мегабайт. Уже в 80% скачалось. Затем выскочит окошко. Готово. Сохранить. Ну, конечно, сохранить. И вот он предлагает папочку. Значит, у меня он сохранился в папочке загрузка. Я же всем настоятельно рекомендую, значит, хранить его в папочке документы. И здесь сделать отдельную папочку. И назвать ее вот таким вот образом. черри 3. И вставить сюда вот этот файлик. Объясняю почему. Потому что изменения, которые будут вами делаться, они будут создавать, как бы, там, свои бэкапы, там, и так далее. Если вы просто сохраните файлик в папочке документы, то у вас там будет грязь. А так все будет в отдельной папочке черри 3. И отсюда уже можно будет дальше плясать. Ну и теперь, значит, нужно установить программу. Установить программу черри 3. Ее можно установить через менеджер программ. Вот здесь. Вот. Менеджер программ. А можно через сайт разработчика программ. У него, естественно, всегда самая свежая версия. Ну вот мы так и напишем. Черри 3. И пусть он поищет. Сайт его называется GoIsPen. Вот оно. И вот если здесь пролистать вниз, то здесь будет вебяновский файлик. Значит, вот оно. Сохранить объект как? Ну, в загрузках и сохраним. Вот практически и все. Значит, теперь будем устанавливать. Два раза кликаем по файлику черри 3. Это дебяновский файлик. Более старая версия доступна в источнике программного обеспечения. Ну а зачем, если мы хотим поставить самую новую? Установить. Заводим единичку. Окей. И пусть он самую свежую программу, самую свежую версию программы черри 3 спокойненько и установит на эту версию ценамона. Ну вот, программа, значит, установилась. Теперь, значит, закрываем окошечко. Ну и проверяем. У нас, значит, файлик сидел в папочке. И плюс, значит, черри 3. Ну, черри 3 программа нужная. Всегда под рукой, чтобы была. Поэтому я тут правой кнопкой мышки добавить на панель. Чтобы она всегда была под рукой. Вот я ее запускаю первый раз. Открыть файл. И у меня, помните, в документах в папочке черри 3 сидит вот этот файлик с командами. И единственное, что я делаю, я меняю цвет ссылок с темно-синего на желтый. Потому что, вот посмотрите, как сейчас все это дело выглядит, да? Теперь я нажимаю на параметры. Иду на ссылки. И вот цвета ссылок я меняю вот на этот. А теперь, значит, изменения вступят в силу после перезагрузки. Нам это дело не сложно сделать. Вот видите, сразу, как зрительно стало красивее. Видно все. То есть, желтый на синем фоне смотрится нормально. Ну, а дальше, как говорится, поскольку черри 3 у нас установлено, все дальнейшее, значит, вот оно может относиться к любым версиям Linux практически, MinCinamon, по крайней мере, там и 17, и 17.1, и 2, и 3, и 18, и 18.1. Вот, значит, вот смотрим. Настройка панелей. Значит, что я делаю с настройкой панели? Значит, ну, это мои, скажем, авторские предпочтения. Я люблю, чтобы панель была наверху. Давайте посмотрим, как ее перемести наверх. вот, переместить. И нажимаю вот здесь вот правой кнопкой мышки. Все. Панель у меня уже наверху. Теперь единственное, что остается мне сделать, это изменить ширину панели. Настройки панели. Вот здесь я делаю вот так, и вот здесь делаю ширину панели где-то вот таким образом. Это я, так сказать, настраиваю под свои глаза. Вот. В принципе, ну, это на любителя. Смотрите сами. Дальше, значит, не менее важно, значит, что сделать? Сделать, установить программу SystemBug. Объясню, почему. Потому что всегда будете иметь на, значит, копии вашей установленной системы и настроенной и на любом из этапов, если что-то где-то не заладилось, вернуться назад именно на то место, когда у вас все было нормально, все работало и так далее. Поэтому, значит, что мы будем делать? Ну, давайте посмотрим. Вот. Команда есть по SystemBug. Значит, ну, не знаю, зацепит она или нет. Давайте проверим. Пароль у меня весь единичка. Вот это. Да ради бога. Enter. Согласен. Обновить репозиторию. Да, пожалуйста. Установить. Enter. Копируем. Вставляем сюда. Рекомендации. Нажимаем Enter. Проверим, как оно будет работать. Проверять будем на виртуальной коробочке. Поэтому следующая у нас будет программа, которую мы поставим. Это установка виртуальной коробочки. то есть мне нужно. Цель у меня какая? Я устанавливаю программу AssistantBug. Проверяю, как она создает образы. Образы проверяем на виртуальной коробочке. Если образы на ней запускаются скажем нормально, то скажем так я на этом деле успокаиваюсь и начинаю устанавливать дальнейшие программы как мне заблагорассудится. Но первые основные программы как понимаете это SystemBug Cherry3 и виртуальная коробочка. Это вот первая тройка программ, которая лично я обычно себе устанавливаю. Это не значит, что вы должны в такой же последовательности действовать. Ставьте себе что угодно в любой последовательности и ставьте только то, что вам нужно. Вот и все. Дальше значит ну что значит поставим коробочку так посмотрим во-первых есть ли она может быть она уже есть а я тут тороплюсь ну-ка давайте-ка ну похоже что нет ну и ладно значит ребята оставим виртуальную коробочку ну Ну, и посмотрим, может быть, какие-нибудь рекомендации тоже будут к её установке. Пока, значит, всё это дело скачивается, я, в принципе, уже могу запустить программу Ассистембак. А, ну, конечно. Пока ставится в виртуальной коробочке, я не могу её запустить. Ну, хорошо, дождёмся окончания установки виртуальной коробочки. Затем будем настраивать программу Ассистембак. Ну, и теперь установим ещё, посмотрим, есть ли какие-нибудь рекомендации дополнительные. Вот такие вот рекомендации. Да ради бога. Копируем. Вставляем. Enter. Enter. А пока там суть додела. А я могу ещё скачать со своей кладовочки на Меге. Вот что. Пожалуй, я зайду на свою кладовочку на Кроке и оттуда скачаю всё необходимое. Ну, во-первых, оконочки. Значит, ну, я выбираю вот эту вот оконочку. Файлик очень небольшой, сохраним его. А здесь, значит, практически виртуальная коробочка тоже скачалась. И мы её давайте-ка тоже пока добавим на панель. Ну, вот, теперь займёмся настройками систембака. Единичка. Теперь ничего не блокирует. Видите, сразу всё появилось на русском языке. Очень даже интересно. Настройки. Хотя ничего такого тут, видите, даже не было. Единственное, я всегда отмечаю галочку. Одновременно создавать ISO-образ автоматически. Но, коли язык интерфейса поменялся, давайте, значит, что мы сделаем. Значит, создадим, попробуем сделать ISO-образ, наш первый, скажем, в ряду. Значит, создание системы Leaf. Создать новую. Вот, и пускай он его себе и создаёт. Когда программа создаёт образ, мы можем заняться настройками клавиатуры. Настройка клавиатуры. Раскладки. Английская, допустим, и русская. А я хочу добавить английскую и английскую, потому что я живу в Англии. И мне, скажем так, нравится эта раскладка больше. Добавляю. На первом месте, значит, я ставлю то, что мне привычнее. Американцев я могу задвинуть. Различия там между ними очень небольшие. Вот комбинации клавиш. Вру. В параметрах. Значит, вот переключение на другую раскладку. Я выставляю по Alt-Shift. Как в Инде раньше было. И на этом дело закрываю. Вся разница между двумя раскладками английской и американской в том, что когда вы там что-нибудь пытаетесь написать в значок собачки для электронного письма, то в английской делается это по комбинации клавиш, находясь в английской раскладке Shift-E, а в американской Shift-E и цифра 2. Вот и все различия, как говорится. Так, скорее всего, они тут поменяли, сделали себе какой-то новый текстовый редактор. Давайте-ка посмотрим. Climinal.prsft. Вот, текстовый редактор. Давайте-ка я его тоже добавлю на панельку. Вот, смотрите. Я сейчас нахожусь в английской раскладке. И вот я нажимаю Shift, находясь в английской раскладке, нажимаю комбинацию клавиш Shift-E, получая значок собачки. Кто привык к американской, пожалуйста, в американское все то же самое, но делается комбинация Shift-2, по-моему. Да, Shift и цифра 2. Вот, и вся, собственно говоря, и разница между ними. А переключение раскладок идет по комбинации клавиш Alt-Shift. Вот и все. Как кому привычнее. Ну что, значит, теперь посмотрим. У нас объем образа, который мы скачали и записали на флешку, был 1,7. Установили программу Cherry-3, установили программу для записи с экрана и SystemBug. И все это дело теперь у нас занимает 1,85 гигабайта. Ну что ж. Давайте, значит, вернемся сюда. Значит, это вот создание образов, которые можно записать на флешке. Но еще можно, значит, создать в собственном формате SB-LIF образ и создать его на любом разделе жесткого диска. Его на флешку вы не запишите. Ну, тем не менее, и образы получаются там большие. От 7 до 12 гигабайт. Зависит, как говорится, уже от пользователя. Вот, значит, но тем не менее, программа уникальная и позволяет вам делать ряд, скажем так, серийных снимков. И вот, допустим, то, что вот мы сделали, мы сейчас, значит, ну, проверим сначала изообраз на флешке. Изообраз на виртуальной коробочке. А затем сделаем первый снимок настроенной системы. Создать. Ну что, ну, напишу я просто. Вон, 18. Далеко не бегать. Вперед. Ну, здесь сделаю где-то вот так. Вперед. И спей с ней. Восемь. Да ладно. Места хватит пока. Настройки. Вот в настройках я указываю. У меня четыре процессора. Поэтому я, значит, два процессора даю сюда. А здесь даю где-нибудь там на 90%. Дисплей. На дисплее делаю вот где-то на уровне максимальных значений. Ну и укажем путь к изообразу, который создала программа SystemBug. Вот он. А тут вообще пишут, что почти что 2 гигабайта. Ну, ничего страшного. Окей. Ну, давайте глянем. Какие тут у нас будут чудеса твориться. Вот видите, это типичная карказябра, которая возникает при использовании русского языка. Загружаться будет нормально. Все будет нормально работать. Ну, вот каждый раз вам вот такое вот чудо монету смотреть. Да просто. Пусть загрузится сначала. И тут что-то он пишет, не хочет там найти. Ну, а когда-то я снова выйду. Не дождался я. Ну, запустим все-таки бутлик. Да пусть грузится. И вот видите, что поддержка не найдена для какого-то там формата. Да ради бога. Выключить. Ну, вот теперь займемся, значит, настройками. Значит, пойдем ко мне на крок диск. В кладовочку. В программы. Вот SystemBug у меня. И, значит, я скачаю... Ну-ка, давайте глянем в таком виде. Вот. От Андрея, от Чарового файлик. Вот его мы и скачаем. 10 там килобайт. Тоже абсолютно крошечный файл. Сохраним его. Затем пойдем к загрузке. Вот этот файлик от Андрея Явчарова. Мы сейчас его сюда извлечем. Так. Значит, ну вот. Скопируем. Вот тут файлик. Readme. Где Андрей, значит, указывает точный адрес, куда нужно этот файлик поместить. Вот мы сюда сейчас и пойдем. usr.share.system.bug Вот usr. Вот share. Теперь, значит, ищем system.bug и открываем его как root. Заходим в языки. И здесь, значит, вставляем файлик от Андрея Явчарова вот сюда. Он просит заменить. Да. Заменить. Все. И заменяем файлик. Значит, вот таким вот образом. Теперь пойдем дальше. Зайдем, значит, в программу Synaptic. Есть она у нас здесь или нет. Есть. Вот этот менеджер я обычно сюда вывожу рядышком, чтобы они стояли. Давайте посмотрим, что у нас тут творится с пакетом Касперский. А. Каспер. Ну, попробуем посмотреть, system.bug не запускается. Берем вот так, system.bug. Вот отметим для установки. Применить. Ну, давайте посмотрим. И не выскочит ли у нас Каспер опять. Сидит, голубчик. Ну, что ж. Попробуем здесь тогда сделать вот такую вещь. Удаляем Каспер. Удаляем Каспер. А теперь установим LeafBoot. Ну, и проверяем все это дело теперь вот таким образом. Опять-таки создаем систему Leaf. вот этот файлик с каркасиабрами я удаляю. Создаем новый образ, который мы будем проверять дальше на виртуальной коробочке. потому что нам нужно добиться устойчивых, скажем так, программы создания устойчивых копий текущего состояния операционной системы, как в юзо-формате, так и в формате system.bug. Итак, создание образа закончилось. Ну, давайте проверим, что у нас и какие приключения ждут сейчас. Откроем коробочку. В коробочке мы только подключим другой носитель. Укажем его. Вот он. Ну, давайте глянем, что будет сейчас. Какие чудные чудеса. Ну, по крайней мере, меню загрузки появляется на английском языке, но это не кракозябры. Хотя, как видите, внутри все, когда мы делали образ system.bug, у нас на русском. Ну, я считаю, что это вполне разумный компромисс. Вот. Так что, в принципе, с этим можно смириться. Значит, все, что мы сделали, это мы значит, первое поменяли файлик заменили его на файлик, созданный Андреем Овчаровым. Затем, значит, полностью, значит, удалили файлик Касперского при помощи команды. Вот. Удалили. установили вот этот файлик LiveBoot. Вот. После этих манипуляций у нас, значит, программа заработала. Как видите, она грузится. Ну, давайте образ посмотрим. Да и образ эластичный. В принципе, меня это устраивает. Почему? Объясню дальше. Теперь еще, значит, вот один такой нюанс. посмотрите. Программа SystemBug. Это я вам показал, как она делает копии, вернее, из образа, которые оказываются рабочими. А видите, у нас внутри все на русском языке. Ну, менюшка получается загрузочная на английском. Невелика беда. Сама программа, она может делать еще очень хорошие копии в своем собственном формате. И если, допустим, посмотреть на этот глюк всех ментов, я пишу GP. Видите, GParted после установки официального дистрибутива на жесткий диск исчезает соответственным образом. Странный баг, но вовс с ним. Вот, смотрите. Иду в менеджер программ, завожу тут GP. Обычно этих двух букв бывает достаточно. И все-таки ставим программу Archiparted. Программа нужная, очень часто многим приходится ее пользоваться. Как она таинственным образом исчезает из официального дистрибутива, установленного на русский диск, никому толком неизвестно. Что я хотел показать? Вот я набираю GP. по программе будем пользоваться часто. Добавлю пока на панель. И посмотрим разделы. Вот. Вот, смотрите. Видите? Косой сляж. И мы находимся на 7-м разделе жесткого диска. И плюс еще сам телефончик говорит о том, что мы находимся на этом разделе жесткого диска. Файл подключен. Своп. И расширенный раздел, на котором находятся все остальные разделы, тоже подключен. Так вот, по умолчанию, значит, вот у меня сейчас 50 гигабайт, 10 гигабайт свободно, занято, и 39-40 гигабайт свободно. Но я обычно люблю хранить все копии и так далее. Вот у меня 400 гигабайт на домашнем разделе жесткого диска. Вот здесь я хочу сделать специальную папочку для 18.2 и туда складывать эти все копии. Места, как говорится, много, поэтому что делаем? Запускаем программу SystemBug и вот здесь будем оказывать путь-дорожку, где мы будем хранить все это дело. Путь-дорожку мы сделаем таким образом. User путь-дорожку Ну, давайте сделаем папочку 18.2 Что там долго думать? И в эту папочку мы будем складывать бэкапы. Media User Вот Home Вот User И у нас была цифра 18.2 папочка. Вот она. Вот к ней мы пути укажем. Видите, да? И вот здесь сейчас мы создадим копию в формате SystemBug в собственном, но не из-за файл, который можно записать на флешку, а именно в своем собственном формате. Места она будет занимать побольше, но и подробности она будет хранить побольше, там со всеми вашими настройками и так далее, поэтому будьте аккуратны, не перегружайте домашний раздел всякой древедине, чтобы у вас сами резервные копии тоже получались небольшими по размеру. А если вы напихаете в домашний раздел кучу там из-за образов, ну соответственно и размер сборки у вас или копии будет большой. резервные копии которые создает программа SystemBug в своем собственном формате я вам показал, что их можно хранить и на внешнем жестком диске и на любом другом разделе жесткого диска. Ну обычно я стараюсь сохранять ее все-таки поскольку Linux ну на Linux линуксовских разделах и стараюсь сохранять. На разделах NTFS я не пытался делать бэкапы достаточно говоря считаю это и ненужным. Ну у кого как говорится есть время потратить на эксперименты ну можете поэкспериментировать но в принципе я полагаю так Linux ну надо хранить его на линуксовских разделах. Вот практически и все. Значит вот здесь вот когда файлик будет создан мы посмотрим его точные размеры. А пока повторяю еще раз значит что какая последовательность установки программы SystemBug значит вот установили программу SystemBug ну подключение к интернету обязательно установили программу SystemBug установили рекомендации затем значит удалили Casper вот я сейчас его возьму вырежу и вот так вот сделаю для вас и только потом взяли и установили LiveBoot вот естественно значит скачали файлик Андрея Вчарова вот и значит практически проверили все это дело на виртуальной коробочке если у вас грузится менюшка появляется на английском языке да ради бога лишь бы как говорится она все работала вот ну потом еще будете записывать несколько раз свои созданные образы на флешку проверять как флешка будет загружаться если все нормально значит убедитесь ну и как говорится уже теперь всегда будете спокойны за свою систему почему потому что даже если полностью летит раздел жесткого диска всегда можно загрузиться с флешки даже если на флешке не установлен SystemBug установить туда его при помощи программы SystemBug всегда можно будет найти вот этот файлик который вы сохраняли допустим на другом разделе жесткого диска и восстановить его на исходный раздел перед этим исходный раздел если он полностью уничтожен да можете просто переформатировать вот и все такая вот чудесная программа SystemBug я очень долго ей пользуюсь доволен писали что автор прекратил какое-то время над ней работать ну по крайней мере поскольку сборка 18.2 будет работать до 2021 года это значит еще 4 года до 2021 да значит по крайней мере 4 года вы можете как говорится спокойно пользоваться программой SystemBug и при помощи программы SystemBug сможете всегда восстанавливаться на тот момент времени когда у вас все было настроено нормально и работало хорошо вот сейчас мы заканчиваем заканчиваем создание первой точки исходной которую мы сделали вот она здесь указывается что 6 июля 17 года дата указывается время создания 18 33 16 даже где-то вот так то есть начала программа создавать сейчас 39 вот 6 минут она создавала эту копию вот таким образом теперь мы это дело закрываем и посмотрим какой у нас объем занимает эта копия программа SystemBug которая создает изообразы изообразы больше 4 гигабайт размером она делать как правило не умеет поэтому если у вас там многого всякого барахла который будет превышать 4 гигабайта не ждите что программа SystemBug сделает вам изообраз большего размера просто-напросто его или не сделает или он у вас не будет работать вот практически и все и так около 5 гигабайт занял размер значит образ замела копия бэкапная которая сделала программа SystemBug вот 4,9 гигабайта вот таким вот образом но теперь я спокойненько знаю что если что-то пойдет не так я всегда и в любой момент смогу откатиться назад экран приветствия каждый раз я вот называю убираю снимая галочку чтобы он не показывался при загрузке системы все мне этого достаточно пошли дальше немаловажным является вот смотрите сюда менеджер обновлений ну что окей первым делом надо будет настроить местные зеркала заведем единичку вот первое я выбираю естественно зеркала которое будет ко мне ближе всего но не в Америке конечно нет вот ближайшее английское зеркало вот такое а это он даже еще Ирландия есть да и хорошо Ирландия шпарит под 564 килобайта в секунду ну что ж ну давайте ирландцев оставим здесь тоже выбирается как правило кандидаты в первой строке те кандидаты у которых скорость естественно самая высокая они здесь идут сверху вниз то есть самая высокая скорость вот у этого кандидата обновляем кэш и пусть вот она теперь грузит там обновляет там что угодно делает у вас в зависимости от вашего места жительства естественно будут другие зеркала и основное и базовое выбирайте там где будет у вас самая максимальная скорость то есть те которые будут занимать валидирующие места стоять на первом месте вот и все это вот уже настройка или подгонка но уже под ваше конкретное скажем так место жительства вот что я всегда делаю правка параметры уровни и я всегда снимаю вот эти вот глупейшие уровни оставляю только первых два оставляю два нормальных уровня все и не надо мне больше ничего применить теперь значит установим обновление единичку наберем ну и пока там суть до дела и так установка обновлений закончилась мы видим вот здесь вот зеленую галочку что все нормально но теперь все таки займемся установкой приборной доски скажем так без которой мне как-то всегда непривычно установим конки народ любом назовет их коньками кто-то там гаджетами кто-то там виджетами принципиально разницы я особо в этом не вижу главное чтобы было понятно о чем речь идет значит что это на экране будет специальное окошечко с информацией о состоянии операционной системы сколько используется оперативной памяти сколько забирает центральный процессор сколько находится в корневой директории места свободного ну и прочее мелочевка там состояние там скорости интернета там и прочее ну вот сейчас еще рекомендации попробуем посмотреть вот еще просит что-то такое установить экстра а как кто против ну давайте поставим экстра ну вот теперь значит что мы сделаем у нас был файлик скачанный так первый раз конки надо запустить меню вот конки менеджер и любую я обычно всегда ставлю готом вот первый раз запускаю конки чтобы почему чтобы вот здесь появилась папочка его вид показывать скрытые файлы вот он конки теперь значит я пойду раздел загрузки и в загрузках вот у меня возьму файлик скопирую и перемесу его вот сюда вот практически и все теперь значит что мы сделаем по новой запустим конки менеджер этот я готом теперь убираю и подсоединяю вот эти вот коночки а здесь значит сделаю что середина я поставлю вниз справа bottom right применить дальше посмотрим в каком состоянии сеть значит для этого ну что допустим давайте посмотрим я попытаюсь допустим сайт сайта а вот цифры уже побежали значит сеть работает нормально видно да если я сейчас буду переходить еще куда нибудь вот вот сразу появляется скорость интернет значит сеть подсоединена правильно я нажимаю на применить а теперь это дело можно будет и свернуть еще я обычно делаю вот что вот с этим настройки я делаю коночки чтобы они у меня автоматически стартовали при запуске операционной системы я хочу видеть всегда в запущенном состоянии в рабочем скажем так вот в принципе у меня здесь все у меня под рукой необходимые данные вот я допустим вижу что у меня значит занято 9 гигабайт из 6 десятых и свободно там 36 то есть вполне нормально теперь в принципе все такое основное значит вроде бы есть а теперь посмотрите вот верхняя панель уже к ней куча значков и она кажется перегруженной вот здесь вот я обычно всегда и ставлю что кайра док команда очень простая вот она вводим пароль enter ну и когда закончится установка еще проверим рекомендации может быть система какие-нибудь там свои пожелания выдаст и мы постараемся выполнить в меру своих сил ну смотрим рекомендации тоже предлагает кое-чего там поставить ну давайте мы скопируем ставим enter и вперед как говорится из песни но здесь пока суть до дела я бы хотел скачать последнюю версию google chrome броузера мне этот броузер по душе здесь кстати вот поисковую систему можно поменять на яндекс здесь допустим я могу написать google chrome вот есть даже оказывается на google room открываем новые вкладочки и качаем в google chrome 64 битная версия дебеновский файлик принимаем условия открыть нет не нужно сохранить и вперед из песней а здесь пока заканчивается установочка как как только установится все необходимые пакеты для кайродок мы его запустим и потихонечку начнем под себя настраивать и заодно разгрузим верхнюю панель установка установка кайродок из всех необходимых пакетов закончена я раньше делал кайродок автоматом чтобы стартовал при старте системы теперь стал делать несколько по-другому вот кайродок и я его помещаю на панель вот его значок могу переместить даже вот сюда в самое начало вот я запустил но первый раз он у меня спросит я ему отвечу да а вот появляется кайродок значит рабочие столы там и прочее ну вот эту вот справку я как правило всегда убираю толку с нее никакого а вот рабочие места четыре рабочих стола я обычно возвращаю на панель и ставлю ее вот сюда рядышком с выключателем вот практически все самое необходимое у меня поднастроено теперь значит что можно будет делать ну давайте так я закрою вот это дело так ну симпус камерикодер пока мне там записывает значит gparted system баг и виртуальную коробочку можно спокойно убрать я удаляю отсюда отсюда и отсюда зато вот здесь значит первое системный монитор я ставлю рядышком с терминалом дальше систембаг нажимаю левой кнопкой мышки и не опуская ее тащу сюда вот ставлю после системного монитора ну и за систембагом по логике вещей по идее должна стоять виртуальная коробочка потому что образы которые создаются программой систембаг очень часто приходится проверять виртуальные коробочки менеджер пакетов синаптик есть ну обычно я еще вставлю тут еще менеджер программ не знаю тут далеко него спрятали или нет менеджер программ вот я их рядышком вставлю тоже менеджер программ и менеджер пакетов программы которые хорошо друг друга дополняют ну и верхняя линейка у меня скажем так теперь несколько разгрузилась теперь значит google chrome браузер ну давайте посмотрим закачался ну если он закачался давайте его запустим и установим пароль линейка мне нравится google chrome браузер нравится даже больше чем mozilla но это скажем так на любителя все все зависит просто от вкуса пользователя и я тут не хочу там ничего спорить там кому что нравится что нравится то ставьте и с тем работаете пароли как видите я убрал что он каждый раз мне не выскакивал этот связка ключей все остальное значит я сделаю настрою под себя но единственное приложение я что делаю для всех это вот adblock ну вот самое частое расширение значит этот наибольшее количество голосов умеет ну давайте его и поставим установим и пусть ставится а вот практически adblock установлен но все остальное как говорится тут уже попозвите посмотрите сами я всегда делаю чтобы вы при старте открывались ранее открытые вкладки тоисковая система я ставлю google да главная страница да адрес ну можно google допустим .ru ввести использовать панель закладок конечно размер шрифта ну все остальное пока оставим достаточно будет этого ну давайте на главную страницу вернемся вот пожалуйста главная страница google.ru заводите свои координаты там электронную почту там пароль если нет если нет регистрируетесь и заходите вот практически и все программа и так установим программу smplayer smplayer вот ставим репозиторий пароль enter обновляемся ставим ставим enter но я пока могу пойти сюда в списке предпочитаемых приложений а google chrome стоит уже все нормально а вот media player я поставлю вот smplayer ой лру пусть будет ритмобокс а вот видео smplayer все нормально и так значит smplayer мы значит установили ну давайте посмотрим значит зайдем сюда вот смотрите иногда бывает что особенно в начале там когда поднастраиваешь а вот ни одна кнопочка из skyrodok не работает ну что делать бывает такое ну бывает найдем администрирование так я хочу поискать системный монитор вот оно и вот здесь вот кардок завершить процесс завершить а он ни в какую а вот убить убить процесс все убрали стартуем по новой всякое в жизни бывает заходим аудио видео берем smplayer нажимаем левой кнопкой мышки не отпуская ее тянем и ставим допустим его куда нибудь там ну вот сюда рядышком вот все firefox можно закрыть у нас google chrome открыт раз дальше допустим аудио видео программа для записи экрана она у нас уже запущена вот она правой кнопкой по ней сделать значком запуска все и теперь она уже останется на кайродоке а вот допустим эта программа да я вообще не пользуюсь удалить сама программа останется а ярлочок я уберу сандербет тоже не пользуюсь этим почтовиком я все свои читаю на почтовых серверах да и все не не затаряясь компьютер работаю я так и часто с этой программой поэтому делать ее постоянным значком запуска мне никакой необходимости нет а так вот потихонечку выстраивается последовательность терминал системный монитор систем баг виртуальная коробочка менеджер программ синап то есть все те программы которые лично я предпочитаю у себя иметь вот здесь вот на кайродоке причем при старте системы если раньше он всегда появлялся вот здесь нет нажали когда он запустится и все будет у вас как говорится уже под рукой если вы там заскочили на компьютер чтобы только запустить google chrome броузер поискать по сети в этом и нет особой нужды хотя вот значок google chrome броузера я всегда вот на верхней панели держу значит отсюда я убираю Firefox потому что не часто его использую а вот google chrome броузер я держу но это опять-таки сами понимаете что все дело скажем в предпочтениях автора что вам нравится то и ставьте я просто показываю как допустим я решаю те или иные трудности которые у меня возникают при установке там различных программ на linux mint причем хоть я говорю о linux mint санамонии но скорее всего большинство из этих настроек будут так же работать и на mate и на x-face думаю что процентов там 90-95 процентов всех этих настроек они будут примерно такими же вот и все поэтому если вы ставите себе или mate или x-face то можете брать значит основное отсюда теперь значит опять-таки давайте-ка вот зайдем на мой сайт и теперь уже на google chrome давайте-ка я тоже пока закреплю так теперь мы пойдем вот сюда и вот здесь я вам хотел показать как будет выглядеть этот урок чтобы вы вот такого момента не пропустили момент вот такой всем привет под данным видео уроком будет вот такая фраза или по-русски еще по-английски может быть написано шоу мо показать больше вот нажимаете на нее и вот здесь вам идет подробное оглавление почему потому что вот у меня сделал ролик по 18.1 по настройке 2 часа и 40 минут и если вам какой-то момент если нужно найти в этом ролике вы замучитесь искать а так вот у вас оглавление и вы спокойно кликайте по нему и идете точно на тот участок этого видеоролика где рассказывается допустим вот как я там устанавливал там skype вайбер ватсап здесь допустим как LibreOffice ставил потому что он был там старой версии и прочее там то есть вот взяли кликнули ну далеко ходить не будем ну что ну давайте ну вот допустим установка там погоды по-моему тут такая вот значит я сейчас громкость уберу просто посмотрите на какой участок мы попали 1 минута 51 час 53 минуты 26 там секунд и вот с него уже с этого участка ролика значит вы уже там идете там и смотрите эту часть ролика то есть пользуйтесь вот так же оглавление будет и для этой сборки для настройки этого официального пакета просто не забывайте что вот такое вот оглавление который вам облегчит облегчит поиск по всему видеоролику потому что делать 100 видеороликов каждый посвященный там настройке там одной или двух программ ну смешно а так вот как книга и оглавление посмотрели и тут же попали на самую необходимую информацию куда вам нужно вот практически и все так что пользуйтесь вот этой вот штучкой еще скажем так не забывайте о ней ну ладно пошли дальше теперь поставим программу Ubuntu Cleaner к сожалению Ubuntu век автор прекратил дальнейшие работы над программой ну тем не менее значит осталась программа Ubuntu Cleaner тоже хороший я зову их пылесосиком вот пожалуйста посмотрим здесь свежая версия 1.0.41 что тут есть дебяновский файлик и почему-то такой ну вот дебяновский файлик вот 1.0.41 вот мы его скачаем пишут что может нанести вред ничего подобного сохранить источник проверенный по крайней мере я доверяю иду в загрузке вот этот у нас Cleaner вот мы запускаем этот файлик и ставим пакет пароль заводим ну что установка загрешена теперь пора программу и запустить вот тут Caradoc предлагает сам это сделать запускаем ну что ну да все поотмечаем да и все что там вон сколько всего накопилось очистить пароль да ради бога я всегда его держу как значок запуска сделать значком запуска программа хорошая нужная и я ее ставлю где-нибудь вот здесь вот рядышком потому что там раз по крайней мере в неделю я произвожу у себя так сказать чистку так сюда можно поставить что ну Simple Screen Recorder у меня будет рядышком стоять здесь так и еще значит нужно будет поставить программу OpenShot значит программа хорошая это редактор видеороликов вот тут наберем пароль вот наберем OpenShot и нажмем Enter вот он голубчик а установить вот 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 Ну вот он любезно предлагает запуститься Ну давайте посмотрим И вот стандартная ошибка При установке через менеджер программ Что он не может найти Вот эту вот библиотеку Free0R Вот я выделил Скопировал Закрыл программу Ставил сюда эту библиотеку Вот она И установил Библиотека, там плагин пишут Ну какая разница Пока он там будет Устанавливаться Я могу взять значок OpenShot И поставить его рядышком Вот сюда То есть программа для записи с экрана Программа для проигрывания видеороликов И программа для редактирования Вот я посмотрите И ничего больше не просит То есть все работает нормально Ну и еще одна программа для редактирования звуковых роликов Хорошая Называется она AUDASITY Вот так вот мы ее сейчас Возьмем И самым наглым образом Установим Особенно когда там делаете какие-то видеоролики А у вас там Много шума там Посторонних шумов С помощью этой программы Можно очень хорошо Очистить запись от посторонних шумов И звуков Многим могу Рекомендовать ее И много видео есть По работе с этой программой И я там даже как-то делал Одно или два Вот Посмотрите Я думаю что Для тех кто занимается Выпуском видеороликов Эта программа Окажется очень и очень полезной Что программу поставили Ну давайте запустим Посмотрим Значит Ну Больше не показывает Все Больше это окошечко Вас беспокоить не будет Значит Можно ролик Перетянуть Какой-нибудь вот сюда Сохранить в формате AUDASITY И затем И громкость Очень конкретно Можно увеличить И микрофон Много чего тут Можно делать Рекомендую Хорошая программа Я ее делаю Значком запуска Вот Сделаю Значком запуска Закрыл И подвину ее Вот сюда Рядышком С редактором Видеороликов Вот все Так сказать Четыре мои программы Которые я использую Для создания видеороликов Они у меня Так сказать На одном На одной линейке Кородоке Расположены Вот таким вот образом Дальше Теперь Покажу Значит Если получится Даже попробую Продемонстрировать Ну Давайте так Вот Смена обоев Очень хорошая программа Которая Разнообразит Ваше Рабочее место Обои Может Менять Там Каждую Даже минуту Причем Обои Там Из многих мест Могут прибегать Но Скажем так Из проверенных мест Если вам нравится Вы их можете Сохранять Там Делать Целые коллекции Это уже Зависит Как говорится От вас Так Вот Enter нажмем Обновимся Ну И Давайте Пробуем Может быть Доцепить Сразу Две Программы И Варите И Варите Слайдшоу Вон Сколько Пакетов Находит Ну Давайте Тут Еще Посмотрим Будут ли Рекомендации Поварите Слайдшоу Ничего Не находит Вот Запускаем Варите Продолжить Участвовать Ну Вот Участвовать Анонимно Менять Облоги При запуске Менять Допустим Каждую Минуту Загружать Облоги Каждые Десять Минут Вот По этому Адресу 500 Мегабайт Ну Хватит Сейчас Через Какое-то Время Начнут Меняться Обои Теперь Я вам Хочу Показать Вот Одну Интересную Такую Вещь У меня Она Происходила На Убунту 16 04 17 Линукс Минс 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 17 3 18 18 1 Скорее Всего Эта Штучка Будет У меня Выскакивать Наверное И на 18.2 Вот Обои Начали Меняться Ладно Значит Вот здесь Вот Есть еще Запустить Слайдшок Кнопочку Я помещу На панель Так Ну Давайте Так Попробуем Ну Вот Вот Сейчас Я смотрю На экран По экрану Значит С мягким Наплывом Без Всякой Дерготни Все Это Дело Красивенько Плывет Картинки Меняются И так Далее Затем Я вот Левой кнопочкой Мыши Нажимаю И Прекращаю Пока Слайдшоу Но теперь Если я сейчас Вот Сохраню Этот участок Видео Которое Записал Давайте Посмотрим Что у нас Получится Так Вот Во время Записи Программы Simple Screen Recorder В режиме Значит Слайдшоу Получаем Вот Такую Вот Интересную Вещь Ну вот Вот Сейчас Я смотрю В экран То есть Видите Идет Касая Диагональная Черта Мелькешение И мелькание Мелькание Вот Это Все Дело Называется Простым Словом Тиринг То есть Разрывы Вот Вот Это я говорю Применительно К моему Компьютерному Железу На 17.2 У меня Все работает Идеально И слайдшоу Показывается Плавно И нормально И нет Этого Тиринга И в помине Делал я Сборки 18.1 Выкладывал У многих Пользователей Все работает Как часики А вот На моем Железе На Основную Сборку 17.2 Она Довольно Стабильная Причем Никакого Тиринга Нет Тоже Все программы Работают Стабильно Но Если Вы Поставите Эту Сборку И проверите Если у Вас Этого Тиринга Нет То Вы Можете В принципе Очень Даже Очень Смело Переходить На Сборку 18.2 И И Использовать Ее Ну А Если Вы Тогда Как говорится Смело Можете Ставить 18.2 В принципе Сам Дистрибутив Нормальный Единственное Что мы Сейчас Еще Разберем Установку На Этот Дистрибутив Программы Для Настройки На Меню Загрузки Для Этого Значит У Меня Давайте Посмотрим На Кладовочке На Кроки Да В Разделе Программы Так Вот Супербут Менеджер Отсюда Значит Надо Скачать Два Файлика Скачать Файлик Бук И поставить Его Первым А Затем Файлик Супербут Менеджер Так Пошло Скачивание И Супербут Менеджер Вот Когда мы Скачаем Поставим Значит И Сейчас Пока Они Скачиваются А мы Возьмем Поставим Еще Программу Вот Такую Вот Эти Программы Они Ходят Парочкой Супербут Менеджер И Программа Групп Кастомайзер Это Ставится Обычно Без Особых Проблем Давайте Посмотрим Можем Еще И Календарь Поискать Да Ради Бога Кто же Против Ну Вот А Пока То Все Это Дело Ставится А Мы Сейчас Перейдем Посмотрим Как идет Загрузка Сохранить Сохранить В обе Программы Они любят Google Chrome Дебяновские Файлики Каждый раз Откидывает Сообщение Что может Нанести Ущерб Вашему Компьютеру Чепуха Дебяновские Файлы Очень и Очень Надежная Итак Первым делом Вставим Файлик Book Ну Посмотрим Как у нас Дела идут Здесь Так Терминал Можно Закрыть Ну Поставим Файлик Book Установить И Линейка Я Все Рассказываю Применительно К сборкам К 64 Битным У кого 32 Битные Ищите По сети Сами Эти Файлики Файлик Поставили Теперь Запустим Файлик Superboot Manager Заведем Пароль Файлик 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 Установлен Файлик 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 Теперь давайте проверять. Я обычно менеджер загрузок тоже выставляю после систембака или перед систембаком. Вот административный групп кастомайзер, обычно сюда я его ставлю, а и супер бут менеджер, вот я их рядышком тоже так вот выстраиваю. Ну, первой программы в принципе, да я любую могу запустить, ну давайте кастомайзер запустим. Поставим единичку. Система сейчас просканирует на наличие операционных систем на компьютере. Вот этот Cloud Splash картинка во время загрузки компьютера я убираю. Я люблю видеть, скажем так, бегущие команды по экрану. Делаю в меню первую загрузку допустим 18.2, хотя могу в принципе сделать вот 17.2. на мою рабочую, нормальную, как говорится, проверенную сборочку. так, здесь тесты памяти я обычно убираю. Так, 17.2 я гоню наверх, ну 17.2, ну пусть будет второй, свернем. Затем будет десятка, ну и дополнительные для мента. Ну вот так вот где-то сделаем. Вот такое вот меню загрузки меня в принципе устроит, я его сейчас сохраню. а теперь запущу супер бут менеджер. У него, значит, два варианта. Первый раз на английском языке запускаем. Очень красивый бут менеджер, но он не у всех встает. Есть групп менеджер. Ну давайте попробуем, получится или нет, установить красивый менеджер. Ничего страшного. Давайте установим групп менеджер. Установили. Теперь посмотрим на эмуляторе, как это все дело выглядит. 17.2, 18. Дополнительные параметры. Ага, у меня десятка, я ее спрятал сюда, все понятно. Я думаю, куда же она продевалась-то. Вот так надо все делать было. 17.2, 18.2, так, под 17.2 надо было сделать вот эту папочку, затем 18.2 под ней эту папочку и десятку. Ну давайте так, сохранить. Давайте эмулятор глянем. Ну вот все, появилось 17.2, так, 18.2, так и десяточка. Все нормально. И смею вас уверять, что при перезагрузке компьютера у меня, значит, менюшка будет именно вот таким образом и выглядеть. Итак, все закончено. Закрываем. Значит, ну что. Вот таким образом, значит, я устанавливаю основные программы. Теперь проверим, скажем, LibreOffice. Какую версию у нас он имеется. Потому что 18.1, ну вот та же старая история. Вот взяли они и поставили LibreOffice, скажем так, далеко не самой последней версии. О программе LibreOffice. Версия 5.16.2. Идем на веб-сайт. Закрываю я сам LibreOffice. Ну, давайте посмотрим здесь, какие творятся чудеса. Ну, допустим, нажму я скачать LibreOffice. А здесь вот версия пакета RPM, а нам нужны дебяновские. 64-битные. Вот они. Так вот. А тут уже 5.34. Понимаете, да? Вот теперь, значит, что мы будем делать. Я поставлю на закачку вот этот пакет, вот этот пакет и вот этот пакет. А пока там соль доделай, значит, пойду в меню, офис и этот офис я просто-напросто удалю. Старый, некрасивый, черно-белый, новый он такой красочный, цветной и более функциональный. Удалим, почистим в бунту клинером. И затем поставим нормальный офис, такой, который и должен быть. По офису сейчас я посмотрю, заранее подготовлю список. Вот она. И будем придерживаться вот этой вот схемы. Значит, ну здесь надо посмотреть за процессом загрузки. Вот я нажимаю показать все. Сейчас поубираю. Вот еще остался и долго этот пакет будет грузиться, потому что файлик большой. Ну, придется, скажем так, подождать. Итак, LibreOffice удален. Теперь убунту клинером проверим, остался ли какой-нибудь мусор. И уберем его. И уберем его. Нормально. Итак, загрузка сделана. Теперь будем устанавливать LibreOffice одной из последних версий. Делается это таким образом. Значит, загрузки. Видите, да? Тут два варианта. Загрузки по-русски или есть Downloads. Если у вас гаточки все на английском языке, то надо будет вводить эту команду. Ну, первым делом, вначале, я, значит, сейчас сделаю папочку. Да, просто пусть будет папка. В нее я пока позакидываю ненужную. Так, ну, давайте так пойдем. Сначала ставится самый большой файлик. Вот этот. 1.6. А, нет. А, ну, надо поставить вот этот файлик. Затем поставится языковый пакет, а затем халпак. Значит, что для этого нужно сделать? Я, значит, выделяю все эти три файлика и извлечь сюда. Вот они в три папочки и разархивировались. А это я убираю. Теперь иду я вот сюда. И вот этот вот файлик копирую и в загрузках вот так вот вставляю. Вот оно. И вот теперь в терминале набираю вот эту команду. А если бы название папочка у меня были бы на английском языке, то я бы скопировал бы и вставил бы другую команду. Теперь вторая команда пошла. Пароль. И пошла установка последней версии LibreOffice. Пока ставится LibreOffice, а он уже поставился. Все. Значит, теперь сделаем следующее. Эту папочку я удаляю. Теперь устанавливаю языковый пакет. А здесь сделаю опять-таки все то же самое. Завожу первую команду. И завожу вторую команду. Завожу первую команду. Ну а теперь самое время проверить, как работает LibreOffice. Хотя, в принципе, я еще могу вот что сделать. Я могу еще в терминале запустить вот эту вот командочку. Смотреть, есть ли какие-нибудь рекомендации. Не надо пока ничего не будем про это самое. Зайдем в меню. Офис. ЛибреOffice. Так, 5.3. Ну давайте Writer проверим. Ну вот эта версия уже симпатичная. Я называю ее цветной. Справка. И тут появилась вот такая штучка. Проверка обновлений. ЛибреOffice. ЛибреOffice. 5.3. Последней версии. Все. Вопросов нет. На русском языке все ясно и понятно. То же самое. Значит, я часто пользуюсь электронными таблицами. Все то же самое здесь. Проверка обновлений. Последней версии. Все ясно, просто и понятно. Да и грузится он быстро и хорошо. Так. Загрузчики, значит, видео файлов. И установка программы Паром. У меня тут уже было скачено. У меня на кладовочке, на кроке, есть файлик называется Паром. Вот оно. Значит, я по нему два раза кликаю. Давайте поставим. Хорошая, простенькая программка. Можно смотреть телевидение на русском, белорусском и украинском языках. Вот. Можем попробовать. Посмотреть. Так. Паром где-то у нас должен быть в интернете, наверное. Вот он он. Ну, где? Ну, давайте куда-нибудь сюда его поставим. И нажмем кнопочку. Вот. Вот. Паром где-то. Паром где-то. Ну, работает программа нормальная. Установилась быстренько и слёту. Вполне устраивает. Там уже посмотрите сами, чего и как. А теперь покажу один интересный такую штуку вам. Вот посмотрите. Я запускаю программу SM Player. Допустим, запускаю поисковик там. Ага. Не поставлено. Хорошо. Давайте поставим в браузер. вот это вот приложение. Вот если установить это приложение и поискать там, ну, любой какой-нибудь там, ну, я не знаю. Ну, например, оба. Попающем какой-нибудь файлик. Вот трёхминутный файлик есть. Танцующая Королева. Дансинг Клев. В данном случае вот. В данном случае я хочу показать вот что Допустим Я решил сделать Снимок с экрана Вот вроде бы все Снимок сделан Все хорошо, прекрасная маркиза Ну и где теперь я его посмотрю В настройке Так Вот вроде бы здесь он должен храниться Home, User, Изображение, SMPLayer, Screenshots Применить Ок Изображение Скриншот Вот пожалуйста У вас значит уже имеется снимочек с экрана Но если видео какое-то очень качественное То естественно у вас и снимочек, который вы сделаете, будет качественным Вот Ну таким вот образом Можно значит хранить Снимки Которые вы делаете во время просмотра При помощи программы SMPLayer Вот И там где они хранятся Вот настройки Значит и вот Адрес по которому они хранятся Понятно, да? Вот такая вот Полезняшка И плюс значит Сама программа для поисков Допустим я тут могу На русском языке написать Допустим Чиж Мне нравится эта группа Тут уж как говорится Извиняйте Ну это у них целый альбом Ну давайте глянем Вот пожалуйста Сергеич игроков Пожалуйста Теперь можем пройти По адресу Которую мы уже знаем Изображение Скриншоты И вот Пожалуйста Можно посмотреть Вот у нас был первый Неудачный Абовский снимочек А этот уже Покачественнее Видите, да? Вот Все зависит Как говорится От качества Видеоролика Вот Ну Иногда бывает Настолько качественные Снимки Что я допустим Просто Сделаю их Обоями Рабочего стола Почему бы и нет Ради бога Как кому что нравится Вот такая вот Хорошая у вас Полезняшка И к ней Приложение Так Значит По поводу программ Скайп Частенько мне приходит Помогать людям Через программу Тимвьюер И скайп Вот Скайп Уже Настолько Всем Навяз на зубах Что сейчас Практически Люди Переходят На многие Программы И вот Одна из программ Я вам скажу Она называется Вот таким вот Образом Вая Раз И тут Напишем Линукс Вот Клинт Доступен Для установки Пожалуйста Очень хороший Клиент Достойная Замена Скайпу Безо всякой Там его Дребедения И прочее Ну а здесь Имеется Объяснение Там Как что и делать Можно Усправить Через Командную Там строку Там Как брать Репозиторий И прочее Можете поискать В русском Интернете Вот Ну и Немаловажным Клиентам Для установки И особенно Если вы Собираете Помощь оказывать Или вам Собирается Кто-то Помогать У вас Должна быть Вот эта Программа Значит Называется Она так Тим Тим Видео Распроискать В расширениях В расширениях А вот Где-нибудь Здесь Видеть В расширениях Ну ладно По крайней мере Расширение Выглядит Вот таким Вот образом Здесь Значит Создаю Свой аккаунт Пишите Имя Электронный Адрес И Пароль Минимум 8 символов Отмечаете Галочкой Создать И у вас Будет Клиент Вая Очень Хороший И достойный Клиент Очень Хорошая И достойная Замена Скайпу Потому что Скайп Уже там Они уже По-моему Не знают Не знают Как им Там И Вывернуться А это Значит Когда Компания Скайп Была Продана Значит Несколько Человек Из этой команды Они значит Ушли И создали Свою Значит Компанию И По самым Новым Современным Технологиям С очень Хорошей Секретностью Значит Создали Клиент Вая И сейчас Многие Валом На него Переходят Потому что Скайп Заморочки Всех Уже Достали Поэтому Мы вам Рекомендуем Вот Один Такой Клиент Теперь Значит Еще Расскажу О другом Так Тоже Достойный 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 Клиент Называется Он Вот так Причем И Вая И Телеграм Они Ставятся Как на Линук Так И на Мобильные Телефоны На Телеграм Достойно Давайте Здесь Посмотрим Показать Все Платформы А вот Телеграм Для Линук 64 Бит Вот Берете Значит Вот Этот Клиент Вот Скачиваете Его Тоже Очень Небольшой По типу ICQ Для Мгновенного Обмена Сообщениями Очень И очень Такая Хорошая Штучка Особенно Для Пользователей Для Группы Пользователей Вот Его Можно Установить И на Мобильный Телефон И на Рабочий Стол Как В Линуксе Так И на Винде Может Даже И На Маке Сделан Врать Не буду Вот Показать Все Платформы Винда Мак Линукс 64 Бита И Линукс 32 Бита Как Видите Очень Хорошо Представлен Дальше Показать Папки Фалик У нас Назывался Tsetup Вот Извлек Сюда Телеграм Так вот Файлик запускается Просто Два раза По нему Кликаете И И Начинается Значит Пожалуйста Вводите Свой номер Мобильного Телефона И Выполняете Все Как говорится Там Подсказочки Вам будут Даны Тоже Очень Хороший Такой Нормальный Клиент Поэтому Значит Постепенно Скайп Утрачивает Свои Лидирующие Позиции Никуда От этого Не деться Значит И политика У них Тоже Поменялась Не в сторону Улучшения Ну Скажем Так Достали Они Людей А Люди Стали От них Отказываться Вот Мое Такое Мнение Теперь Значит Давайте Ко Все Таки Еще Раз Попробуем Что У У Вот Сюда Я Хочу Загрузка Тиньюер Линукс И Вот Качайте Вот Это Вот 64 И 32 Бит Значит Установщик Программы Для Ubuntu DBA Вот Его Качайте То есть Он на Linux Min Sonomon Работает Очень Скажем Так Нормально И Хорошо Скачается Запустим Его Установим И Посмотрим Это Вот Пока Все Остальное Я Сейчас Поубираю При помощи Программы Team Россия Во Всех Республиках Бывшего Союза Ну О Европе Как говорится Там Я Не Говорю Есть У меня Там Даже Самый Редкостный Мой Как говорится Гость Но В то же Время Нежеланная Андрей Шинько Он Живет Вообще Там На Азовских Островах Там Крохотулечный У него Остров Но Тем Не Менее Русскоговорящий Человек Ему Очень Понравился Linux Я ему Как-то Там Помогал С Настройками А Затем Он Развился Очень Опытного Такого И Хорошего Пользователя Linux Теперь Сам Выпускает Видеоролики Его Предпочтениями Значит Является Arch Linux Насколько Я понял Вся Эта Веточка И У него На эту Тему Есть Ну Очень Хорошие Видеоролики Из Списки Авторов Значит Видеороликов На моем Сайте Он Представлен Так Ну Что Team Viewer Вот Этот Дебеновский Хайлик Давайте Поставим А вот Здесь У меня Есть Авторские Видео На Трубе Вот Сюда Идете И Вот Здесь Пожалуйста Андрей Шинько Португалия Азовские Острова Очень Хороший Автор Значит Вот Вот Его Видеоролики Можно Сразу Посмотреть По Датам Посмотреть Когда Он Что Там Публиковал Последний Видеоролик Он Сделал Две Недели Назад Пожалуйста Все Представлено Значит Вот Появился Еще Один Очень Хороший Автор Александр Клич Из Волгограда Ну Александр Тут Вообще Как Говорится Такой Ролик Сделал Под Номером 8 Там Вообще Он Так Классно Рассказывает О том Как Значит Это Настраивать Синтезаторы Где-то У него Здесь Вот Это Находится Все Это Дело Ну Это Просто Что-то А Сейчас Пока Я Попробую Открыть TeamView Поглядим Запустится Он Или Нет Да Вот Здесь Он Начинает Рассказывать Вот Смотрите Уже Отсюда Я Специально Убрал Громкость Потому Что Вот Тут Он Подробно Рассказывает Все Как Работать С синтезаторами Как Музыку Свою Там Он Варианты Делает И Вы Это Можете Тоже Вот Тоже Очень Рекомендую И Я Б Очень Так Ну Вот Сим Юр Просится Значит Первый раз При установке Принять Лицензионное Соглашение Ну Конечно Принять Куда же Деваться То Ну Закрываем И Больше Возникать Не Будет Вот Если У вас У Человек На Другом Конце Света Программа Это Запущено Вы Можете Связаться Или Через Скайп Или Через Вая Или Через Телеграм Человек Которому Вы хотите Помочь Должен Дать Вам Вот Этот Длинный Айди И Вот Этот Пароль Отсылаете Он Вам Отсылает По Скайпу По Вая По Телеграме Вы Сюда Вводите Айди Нажимаете Подключиться Появляется Второе Окошко Куда Пароль Еще Вводите Человека И Получаете Доступ К Его Рабочему Столу И Начинаете Ему Оказывать Помощь Или Наоборот Предоставляете Свои данные Человеку Который Вам Помогает И Он Вам Помогает Хорошая Толковая Программа Многим Могу Рекомендовать Ну И Так Теперь Скачаем Хороший Загрузчик Видеофайлов 4K Видео Даунлоудер Да Ради Блога Вот Скачаем Последняя Версия Это Самая Последняя Я Качал У меня Была 21 Это С моей Кладовочки Потом Решил Проверить Вот Скачаем Последнюю Версию Поставим Вы Храняете Это Вот Реакция Google Хрома На Дивяновские Файлы Вот Так Установить Пароль Заведем Одинечку И дождемся Зеленой Полосочки Все Версия Установлена Здесь Значит Я Сейчас Все Это Дело Почищу И Перебег И вот Сюда Вот Расширение очень хорошо скачивает, помогает скачивать файлы с трубы, правда не в высоком качестве, но тем не менее вот он здесь есть, если теперь пойти на любой видеоролик ради бога, ну вот, Олег Стогнев, пожалуйста, прекрасно делает обзоры по установке, настройке игр, я думаю, что у него очень много чего можно получить, особенно тем, кто любит играть в самые различные игры, ну допустим, смотрите, вот его ролик, созрас, появилось, скачать, это вот позволяет скачать, максимально, что конечно 720 он выдает, ну и есть еще и хуже качество, это вот один вариант, но есть и другой, а вот посмотрите, аудиовидео, здесь не вижу, так, интернет, вот оно, вот я сейчас сюда куда-нибудь ее, вот сюда рядом с телевизором поставлю, вот посмотрите, я беру, копирую ссылочку, теперь посмотрим максимально какое качество у нее, автор дает только 480, ну ладно, тем не менее, вот я выставляю, при первой загрузке, ну появляется страница загрузки, оно это всем понятно уже, ладно, а вот здесь он предлагает скачать в качестве 1080, видите, поэтому, как говорится, утилита, вот 4K VideoDomLoder, она позволяет вам загружать файлы в максимально возможном качестве, это раз, но если вы хотите качать плейлисты, то вам придется за это дело заплатить авторам этой программы, там сумма денег она небольшая, вполне терпимая, но для тех, кому это нужно бывает, да на постоянку, я думаю, это вполне приемлемо и, как говорится, посредством для большинства пользователей. Вот такие вот две хорошие утилитки, значит, вот еще раз напоминаю, что у меня, значит, все это дело хранится где на главной пойдете. Главное пойдете, допустим, на крок, на кроке, значит, в разделе программы, вот программы, найдете вот загрузчики видеофайлов, вот скачаете вот этот вот helperlast, вот, ну, а эти файлики можете просто свежие сами взять и скачать по сети. Старый вот этот я, скорее всего, сейчас просто-напросто, что-то он даже удаляться не хочет, ну, ладно, бог с ним. В другой раз. А, я пароли не завозил. Понятно все. Вот такие вот имеются этапы настройки операционной системы. Вот какую-то часть, допустим, настроек вы сделали, теперь, значит, не забывайте, вот, смотрите, окей, видите, красным цветом окрашено, почему, потому что раздел не подключен, как, а вот идете в загрузке, и вот нажимаете, видите, отдел подключен, красный цвет выбежал, появилось, да, а мы делаем теперь новую копию, то есть мы по этапам, по шагам делаем резервные копии того, что мы, значит, наработали, и если, не дай бог, как говорится, что случится, то всегда сможем откатиться на тот момент времени, когда все было нормально. Так, как видите, в 53 минуты начали создавать, сейчас 56, ну, 57, вы считаете, 4 минуты делалась копия. Скорее всего, это инкрементно, поэтому процесс идет побыстрее. Ну, а теперь давайте посмотрим, сколько места она занимает. User. Так, как мы там называли, 18. Так, вот эта вот вторая. Ну, давайте посмотрим, сколько она места занимает. Ну, и размер второй части около 5 гигабайт, а суммарно, значит, порядка, там, 10 гигабайт. Вот таким образом. Итак, можно хранить, сами посчитаете, раз, два, три, четыре, там, штук 10 точно можно там сохранять. Когда все настроите, можно оставить, допустим, первую, нецелованную, и, допустим, там, предпоследние, последние копии. А все остальные просто поубирать. Как убирать? Да вот. Взяли, нажали кнопочку удалить и удалили. Вот таким образом все это дело делается. Ну, и естественно, значит, уже здесь у вас, вы, допустим, убираете и создаете уже изообраз вашей сборочки. Ну, и посмотрим, сколько он займет места и запустится ли он на виртуалке. Итак, создание образа завершилось. Значит, ну, давайте проверим, будет запускаться он на в виртуальной коробочке или нет. Ну, а просто поменяем носителя. Поставим более свежего. Менюшка на английском. А теперь добавим еще вот такую штучку. Обновим оплеты, которые у нас имеются. И установим плед погоды. Вот этот. Так, обновить список. Ну, давайте еще раз на всякий случай. Так. Вот. Установить оплеты погоды. И еще я обычно ставлю вот. Офф. Повер оф. Кнопочка выключения. А, тоже приятный оплетик. Погоду добавить на панель. Кнопочка выключения тоже добавить. На панель. Все. Теперь займемся настройками погоды. Настройка. Здесь английские буквы, которые пишут название города. Ну, я делал в Москве. Вот Москва. Lookup. Нажимаем на эту кнопочку. Поиск. Ну, и смотрим. Вот. Россия. Федеральная столица. Вот. Берем этот адрес. Копируем. И вставляем сюда. Дальше. К метре час. Миллиметр тутного столба. Прогноз на пять дней. Ну, это убираем сильно. Длинно получается. Достаточно. Смотрим. Москва. Прогноз погоды по Москве на пять дней. Вот таким вот образом. Температура, влажность, давление, ветер и так далее. Все ясно? Все ясно и понятно. Теперь посмотрим еще, что у нас имеется в интернете. Значит, два броузера. Паром, TeamViewer, Telegram. Согрузчик. Один. Торрент файлов. Ага. Угет. Вот так. Ну, давайте посмотрим. Угет. Понятно. Открываем менеджер программ. И поставим теперь загрузчик просто больших файлов. И у вас будет, значит, два загрузчика. Один для торрент файлов, а другой для файлов больших размеров. Пишем. Угет. Нажимаем Enter. Вот он, голубчик, сидит. Установить его сюда. И пальца. Торрент файлов. Ну,-на. Торрент файлов. Ну, не гUS הד. Как-то. Вдох. Торрент файлов. Угет. Торрент. Торрент. Торрент файлов. Ну нормально, все на русском Устраивает Вот он помещается здесь в панели Можно выйти из нее Взяли, закрыли и вышли И вот теперь у вас в интернете Вы можете закачивать и торрент файлы И просто файлы больших размеров Чем это хорошо? Качаете файл больших размеров По каким-то причинам закачка оборвалась Бывает очень обидно Там 90% сделано, а вы файл потеряли Если закачиваете файл загрузчиками То закачка приостанавливается Перестартовали компьютер И с места обрыва Он опять начинает закачивать Следующие порции большого файла Очень хороши загрузчики Что для торрент файлов, что для просто файлов Больших размеров Поэтому могу порекомендовать Штука эта хорошая Ну а еще что? Значит, есть бесплатная кладовочка Кладовочка, значит, бесплатная Значит, на 50 мегабайт Расположена она в Новой Зеландии И называется она Омега Точка Точка Танзе Новой Зеландии Вот она здесь расположена Здесь, значит, Вот приложение Значит, можно Скачать приложение для синхронизации А здесь выбирайте свою операционную систему У нас это идет Linux Mint 18 Вот, пожалуйста, берете И качаете Закачивание занимает очень мало времени Сохранить Потому что файл Девьяновский На него так реагирует Google Chrome То же самое, значит, Скачать можно Очень маленькую кладовочку Но тоже нужную Называется она Dropbox.com И здесь опять-таки Версии пошли Скачаете вот Ubuntu 64 бита То же самое Сохранить Вот две кладовочки Одна будет где-то на 2 гигабайта На Меги вам будет предоставлено 50 гигабайт Свободного пространства То есть там хранить можно Очень и очень даже много чего Плюс еще На самом Google Chrome Там часто бывает Кладовочка там Ну, это уже Смотрите сами Обычно Меги Хватает, как правило, за глаза и за уши Вот таким вот образом Так Пошли дальше Ну, установку я давать не буду Просто кликайте По дебяновскому файлу И процесс пошел Так Настройка браузера Установка загрузчиков Ну, в принципе Все самое необходимое Значит, я в этом уроке вам дал Поэтому, в принципе Думаю, что Основные подходы К установке Или настройке Тех или иных программ У вас теперь имеются Поэтому Я, значит Опять-таки Повторюсь Но сделаю Смотрите Еще раз Повторяю для всех Вот Размышляю для операционной системы Минт Цинамон Посмотрите Еще раз Не забывайте Что под этим роликом Будет точно Такая же менюшка будет Очень подробная И откуда вы всегда Сможете попасть На необходимую часть Ролика Потому что Вот этот ролик У меня был Два часа и сорок минут Ну-ка Побегайте по нему Поищите там Какой-нибудь Конкретный пункт А так Вот, пожалуйста Взяли и попали Именно Вот вам Все по-русски написано Что О чем И так далее Всегда попадете туда Куда Говорится Нужно Понятно, да? Ну вот А файлик Команды И видео Он у меня Синхронизирован С моим хранилищем На Меги И поэтому Самую свежую версию Файлика У меня всегда Можно скачать Вот отсюда Или по этой ссылке Кликайте Или по значку Нажмите Вот Всегда попали Вот смотрите По дате Обновления Допустим 2 июля Файл был Последний раз Обновлен Без волнистых линий Безо всего Вот сам файл Команды И видео Вот его берите Правой кнопкой Скачать Обычная загрузка И Как говорится Вперед И с песней Программа Через три Значит Можно поставить И через сайт Самую последнюю версию Или поставить Изменеджевую программу Ну может быть Не самая Последняя версия Будет Ничего страшного Вот Ну ладно Значит Я еще раз Значит Повторюсь Что Я постараюсь Конечно Сделать Изобраз Этой сборочки Выложить ее На кладовочку На кроки У меня там На кроке Места достаточно Ну Это для Людей Я делаю Вознакомительных Целей Для Знакомительных Целей Или для тех У кого просто Нет времени Вот брать Самому Самому Там ручками Все настраивать А так Взял готовую Сгорку Установил Сделал там Что необходимое Ну Сделал погоду По своему городу Установил Свой часовой Пояс Вот там Некоторые Изменения Внес Изменил Допустим Пароль На Тоже Значит На свой У меня короткий Я делаю единичка Вы можете там Уже делать Как говорится От восьми символов И выше И знаков И букв И чего угодно Только сами Потом его Не забудьте Вот такая Вот штука Поэтому Я значит Вкратце вам Рассказал О настройке Значит Вот этой Вот сборки И значит Вот здесь У меня поначалу Не показывала Версию И когда я Там открыл Файлик Для редактирования Оконки Там я Значит Просто убрал Словечко При Нижнее Там Подчеркивание Оставил Только Экзек Сохранил У меня сразу Стало показывать Linux Mint 18.2 Sony И так далее Вот Выбирайте При И следующий За ним Знак Сохраняйте Файлик У вас будет Правильно Показывать Версию Текущей Вашей Тракционной Системы Вот Ну ладно На этом Я с вами Прощаюсь Желаю Всего вам Доброго Всяческих Успехов Вот Поэтому У кого есть Время Настраивайте Значит Своими Ручками Основу Я вам Дал Вот У кого Нет Времени Ну Качайте Готовы Знакомьтесь Со сборкой Что не Нужно Удаляйте Что нужно Добавляйте Удачи Вам И до новых встреч